так мои хорошие всем доброго вечера продолжаем нашу рубрику заготовки на зиму мои хорошие сегодня я встречаю вот такая вот у меня вишня ребят сейчас немножечко позже расскажу сорт расскажу что к чему в общем сегодня на повестке дня у нас вишневая фанта ну что мои хорошие давайте начнем ну что мои хорошие у меня сегодня вишни на две баночки я уже ранее видео упоминала что вишню черешню кстати черешня у нас дикая выращена из косточки три дерева и много очень закрыли компот на варенье она жидковата она не идет вот и почти ящик старшая дочь заморозила в холодильнике кстати морозится она нормально дикая именно черешня ну сегодня видео у нас а вишни ребят сорт вишни вообще замечательный очень классный называется на шоколадница ребят конечно же я ей не дала доспеть вообще она должна была бы быть шоколадного цвета но у нас дрозды в этом году атаковали вот поэтому дожидаться я не стала и плюс она настолько сладкая шоколадница дети тоже немножечко ее это самое но и вот хотя бы на две баночки ребят что по поводу сегодняшнего компота фанта вишневая фанта уже ранее немножечко отвлеклась видео говорила что вишню черешню я мы любители накладывать зимой к телевизору по стаканчикам поэтому я ее ребят забиваю не третью часть как обычно а по половине банки то есть все что с косточками ну за исключением яблок яблоки то немножечко всякие разные другие рецепты вот вишня черешня также вишня у нас есть желтые и красная еще одна ну они настолько молоденькие деревья в этом году было совсем совсем немного мы чисто поели шоколадница ребят средний сорт и она вот именно в это время в июле месяце двадцатым числом поспевает чуть дальше чуть ближе у нас еще в этом году птички и плюс засуха но так как мы жители болотной местности нам конечно немножечко больше чем остальным везет потому что у нас подводные воды близко вот таким образом ребят я набиваю свои баночки видите по почти по полбанки можно было бы конечно на три баночки разделить но опять же нам нравится так дальше ребят так как это фанта у нас вишневая фанта естественно мы добавляем и тут опять плюс минус кому как нравится я вожу по два кусочка по два кусочка апельсина ребяточки вишню я дальше все просто вишню я так как она у меня с косточками заливаю два раза ребят забыла с самого начала сказать очень много комментариев было по поводу стерилизации банк нет ребят не стерилизую на компоты на все компоты не стерилизую ни банки не крышки вымыла высушила все но обычно это дело на ночь готовлю что фрукты вечером собираю единство что я их не мою потому что но все-таки плюсовая температура на улице лета вот уже утром я все это готовлю вот то же самое по банкам нам его перевернула на полотенчик и они у меня таким образом стоят все понятно банки не стерилизую ни крышки не банки все ребят дальше кипяток у нас уже готов сейчас залью кипятком на 15 минут все как обычно по накатанной вот сливаю дальше уже добавляю ребят но опять смотрите на свой вкус той или иной ягоды того или иного фрукта вот конечно сироп лучше попробовать я добавлю 180 грамм а дальше будет видно ну все попозже встретимся так смотрите все я залила на 15 минуточек 15-20 минут ребят конечно рассол еще наш сиропчик ненасыщенный еще пока мало времени прошло вот что по поводу компотов ребят именно вот эти компоты все что касается косточек я закрываю папа заливаю по два раза единственное что повторюсь красная смородина и малина если малина одна у вас компоте я закрываю без заморочек то есть один раз один раз заливаю прокатываю баночки сахар добавляя все все остальное уже допустим малина с яблоками естественно тоже два раза ну я переживаю за яблоки поэтому показываю вам то что делаю я ребят делаю не первый год поэтому как-то так через 15-20 минут свой сироп сливаем добавляем на одну трехлитровую баночку для ребят из расчета на 3 литра 180 грамм сахара все и повторно за заливаем и закатываем ну что мои хорошие смотрите все залила я свою вишневую фанту сделать любое количество какое вам нравится еще конечно она не насыщенный ребят все дальше как обычно переворачиваем укутываем теплыми вещами до полного остывания ну и все ребят на этом все наша вишневая фанта подошла к завершению мои хорошие пишите свои комментарии не забудьте подписаться дальше больше будем снимать всем пока пока до новых встреч так ребят ну что смотрите наши вишневый фанта еще конечно он не настоялся с учетом того что я еще не дала ей доспеть мои хорошие шоколадница шикарный сорт покупайте приобретайте лишние очень классная ну и все закатала банки переворачиваем укутываем до полного остывания ребят все компоты так делаю ну что мы хорошие на этом буду заканчивать готовьте вишневую фанту не забывайте подписываться на наш канал всем пока пока до новых встреч